КОГО ТОМ ЕЩЕ ПРИНЕСЛО В ТАКУЮ РАНЬ? КЛАМПУКИ, СЕЛЬДЕЙ БЕЕКЕ, 6 МИТОЖ ТРАССА ДА Я НИЧЕ НЕ ЗАКАЗЫВАЛ А ЧЕ ТА КРАНО? ЭКСПРЕС ПЛЮС, ДО ДЕВЯТИ ПОНЯТНО, НУ ДАВАЙТЕ ПРОШЛО ДВА МЕСЯЦА ЧЕ ЗА ХРЕНЬ? ЭТОЖЕ АККУМЛЯТОР ОТ ВЕЛОССИПЕДА ЖЕНЫ КАКОЕ-ТО ПИСЬМО СВАРИШЬ РАМЕН ВЕРНУЛИ САПЕТ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬ И мне ничего другого не остается, как с удовольствием выполнить эту просьбу. Одна нога здесь, другая уже в азиатском магазине. Поехали! Горелкой обрабатываю поверхность. Мясо тщательно промываю. Отправляю мясо в кастрюлю, заливаю кипящей водой и отправляю на плиту. После того, как вода закипела, даю бульону покипеть 15 минут. Прошло 15 минут, и я сливаю первый бульон. Кости и мясо я тщательно промываю. Опять пересыпаю в чистую кастрюлю. Заливаю кипятком. Добавляю 20 грамм имбиря, 20 грамм чесноку, 120 грамм лука-порей. Доливаю еще кипятка. И можно добавить 1 перец чили. Но это, как говорится, на любителя. Остроту можно добавить всегда. Я выбрал самую длинную версию приготовления этого супа, который готовится от 8 до 12 часов. Но чтобы сократить это время, я готовить буду суп 4 часа в скороварке. А пока бульон варится, я займусь мясом. Так, проварив бульон буквально 2 часа, я вспомнил, что я забыл добавить в шитатель. Но ничего страшного, 2 часа времени у меня еще есть. Так что отправляю шитатель сюда же и варим дальше. А еще нам нужно будет заварить, точнее запарить рыбный бульон. Для этого нам понадобится морская водоросль конбу. Вот этого будет достаточно. Так, понадобится столовая ложка хвоста сушеного тушканчика. Я шучу. Понадобится буквально 1 столовая ложка рыбных хлопьев, которые называются баниту. Для вас, чтобы вы себе свой мозг весь полностью не вынесли, я в описании под видео оставлю все названия. Всю эту красоту, мерзко пахнущую, непонятно чем, но так должно быть, я запариваю 100 миллилитрами кипяченой воды и оставлю минут на 20. Эта жидкость затем пойдет у нас в соевый маринад. А также нам понадобится мерин и нам понадобится соевый соус. Немного чесноку и немного имбиря. У мясника я взял вот такой кусок брюшины. Его сейчас чистый вес 2 килограмма 400 грамм. Здесь также были ребрышки, которые я обрезал. Их я приготовлю в другой раз. Обязательно нужно определиться с посудой, в которой мы будем запекать мясо. Значит, я буду сделать свою так называемую тясю. Это то мясо, которое я буду томить. Вот в этой кастрюле. С виной подчеревок скручиваю вот таким образом. Я разрежу его пополам. И у меня получатся две части, которые прекрасно уместятся в одной кастрюле. С учетом того, что мы будем заливать большое количество соевого соуса, который стоит нормальных денег и на дороге не валяется, поэтому обязательно подумайте, чтобы посуда у вас была такая, чтобы ваша тясю поместилась как можно плотнее, чтобы оставалось мало свободного пространства. Ну и теперь нужно закрепить все это дело кухонной нитью. Солить мы не будем, перчить мы не будем. У нас все будет в соусе, который также имеет свое название и называется тары. Теперь, возможно, это кому-то будет интересно, как я в таких случаях придаю мясу форму. То есть это делается очень просто. Смотрите внимательно. Ладонью вверх, нить лежит на ладони. Переворачиваю. И продеваю. Немножко подтягиваю. Готово. Опять все то же самое. Ладонью вверх, нить на ладони. Переворачиваю. И продеваю. Ничего сложного. Но можно, конечно, и просто взять и завязать на узел, и никто вам ничего не скажет. Но так было бы просто более профессионально. Здесь также очень просто. Все. Я придал форму своему свиному. подчеревку. Для соуса тары я взял 500 миллилитров соевого соуса, добавил 500 миллилитров воды и добавил 75 миллилитров мерина. Все это перемешал и добавлю к моему подчеревку. Так, обязательно добавлю немного имбиря и чеснока. Ну и также мы не забываем про наш рыбный настой. Так называемый даси. Накрываю крышкой и отправляю томиться в духовку вверх-вниз при температуре 150 градусов на 3 часа. Через полтора часа я мясо переверну. При приготовлении рамена очень важную роль играют топпинги. В нашем случае это тясю, то есть то мясо, которое у нас томится в духовке. Само собой, разумеется, лапша-рамен. А также можно взять морковь, отростки фасоли, сладкая зеленая фасоль, яйца, как само собой, разумеется. Ну и в кастрюле у меня варятся пельсы шитаке. Этого будет более чем достаточно. Если кому-то и этого мало, он может добавить нори или другие овощи. Здесь фантазия неограничена и каждый решает для себя сам, что он хочет видеть в своем раме. При работе со сладкой фасолью хочу обратить внимание, что как она очищается. Берется, срезается эта часть с этой или с другой стороны, не имеет значения, и тянется. Вот видите, вот эта ниточка, она очень неприятная, даже после приготовления. Ее желательно удалить. Я понимаю, что это очень много работы, но при таком маленьком количестве вы этого даже не заметите. А затем мы сладкую фасоль отбланшируем в кипящей воде и сразу же охладим ее в холодной воде. Морковь я очищаю и нарезаю вот на такие полоски. Ростки фасоли я обжарю, добавлю немного соевого соуса. Яйца я отварю в кипящую воду на 6 минут. Вода для баланшировки уже кипит. Я ее хорошо, круто присолил. И отвариваю для начала морковь. Почему морковь? Потому что она светлее. Только поэтому. А затем сладкую фасоль. Морковь варится очень быстро. Имейте это в виду. Она должна быть аль денте. Готовую морковь отбрасываю в холодную воду. Если у вас случайно в морозилке есть лед, можете его добавить сюда же. Следующим шагом отвариваю фасоль. Фасоль готова. Я также ее отбрасываю в холодную воду. Отваривать яйца мы будем в той же самой воде, в которой мы баланшировали овощи. Варить яйца 6 минут. Яйца желательно должны быть комнатной температуры, чтобы при варке они не лопнули. Яйца аккуратно в воду, чтобы они не ударились о дно. Иначе они лопнут. Я шумовку оставлю даже в кастрюле, чтобы, не дай бог, яйца не упали одно и не разбились. Яйца готовы. И я их отправляю в холодную воду до полного их остывания. Так, ну вот прошло полтора часа. Так, и я переверну тесью. И отправляю далее на полтора часа. Так, бульон мой сварился, наконец-таки. Так, собираю грибы шитаты. Так, мясо я все вытащу, бульон процежу. Вы спросите меня, что делать с мясом? Тут каждый решает лично для себя сам. Либо вы его съедите, либо вы его отдадите собаке, либо на крайний случай вашим соседям. Решайте сами. Что ты жил на одну за ребяту? Готовый бульон я процеживаю через сито. И отправляю на ночь остывать на балкон. Суп я продолжу готовить завтра. Часть бульона я отолью в отдельную емкость. После того, как бульон остынет, то я залью им отваренные яйца. И пусть они также в холодильнике ночь постоят в бульоне. Отомленное мясо тесью я оставлю остывать в этом бульоне. Так, ну поглядим, что у нас здесь происходит с тесью. Отомленный свининой. Для начала я удалю весь жир. Он мне не нужен. Посмотрите, сколько коллагена в свинине. То есть, как холодец. Но мое так называемое тары я избавил от излишков жира и отправляю всю эту массу. И буду уваривать ее ровно наполовину. Так, мой бульон. Я его не солил. Имейте это в виду. Не солил. Потому что тары, которые я сейчас уварю, он пойдет сюда частично. Поэтому соли я не добавлял. Так, ну а по бульону. Уберу точно так же излишки жира. Следим за холестерином. И нарезаю мясо. Я порежу все мясо. Затем я его распределю на порции и спокойно заморожу в морозилке. Когда мне понадобится, я его могу достать и разогреть либо в микроволновой печи, либо в бульоне, либо просто обжарить в сковороде. Мне интересно, какой у меня процент потери составил при приготовлении свинины. Значит, в общей сложности у меня было 2 килограмма 400 грамм. Ну вот, после 4,5 часов томления я потерял 600 грамм. Так, куриные отварные яйца тоже настоялись. Я их перекладываю уже в пиалку. Ну а следующим шагом я буду отваривать японскую лапшу. Сам я ее делать поленился. Мне было проще ее купить. Здесь все как обычно при варке лапши. Ничего необычного. В 3 литрах воды я буду отваривать 300 грамм лапши. Воду я предварительно посолю. Готовую лапшу я отбрасываю на сито и охлаждаю в холодной воде. Ну, лапша варилась у меня примерно минуты 3. Что нужно знать для людей, готовящихся приготовить рамен? Небольшой вводный курс. То, что я приготовил, называется сёю рамен. Он готовится с добавлением сои. Также, что нам нужно знать? Не нам, а вам. Бонита. Бонита это ничто иное, как рыбные сухие хлопья со специфическим запахом. Водоросль. Она называется комбу. В комбинации комбу и бонита мы получаем рыбный настой под названием даси. Мерин. Это сладкое саке. Саке это рисовое вино. Если нет ни саке, ни мерина, берем обыкновенное сухое вино. 100 мл. Добавляем 2 столовые ложки сахара. Тростникового или простого. И вот проблема с мерином у нас уже решена. Проблему с рыбными хлопьями и водорослью тоже можно решить. Заменить его на любой азиатский рыбный соус. Они по цене, кстати, совсем недорогие. Рассчитывать нужно 1 столовая ложка на 1 литр бульона. Ну, примерно в такой пропорции. Томленая свинина, она называется тясю. Бульон, которым томилась свинина и который я потом уварил, он называется таре. Но так, в принципе, все. Что касается рамен, который выбрал я, он при приготовлении более сложный. Поэтому, если вы решитесь готовить другие варианты, они будут намного легче. Ну вот, как-то так. Так, ну вот у меня еще остался последний топпинг, который я не подготовил. Это ростки фасоли. Добавил я немного растительного масла и немного темного кунжутного. Все это я обжариваю очень быстро. Плиту я выключаю, добавляю немного бульона тясю и буквально через 30 секунд отброшу все на сито, чтобы избавиться от личной жидкости. Бульон у меня закипел. Тары я уже уварил. Чтобы у меня тясю было горячим, я его сразу отправил в тары. В тартарары. Так, и теперь я тары вливаю в суп. Сейчас у меня здесь очень хороший насыщенный бульон. Еще немножко. Да, и что касаемо гигиены, я, как правило, что на работе, что дома один раз попробовал, все, для меня ложка уже готова. Бульон готов. Я отправляюсь на стол подачи. Так, ну топпингов, по идее, топпингов у меня очень много, скажем так. Поэтому каждый для себя решайте сами. У меня щитаки. морковь. Морковь. грибные яйца. Ну и гвоздь программы тясю. Всю эту красоту я заливаю горячим бульоном. Посыпаю зеленью. Ну вот, друзья, посмотрите, вот такая красота получилась. Ну, свою часть обязательства я выполнил. Рамен я приготовил. Дмитрий, верни велосипед. Если вам понравилось это видео, делитесь им с вашими друзьями, оставляйте комментарии. Если у вас есть какие-либо пожелания приготовить то или иное блюдо, пишите мне в комментариях. Как только будет у меня время и желание, я эту просьбу исполню. А на этом я с вами прощаюсь. Желаю всего вам самого доброго и до новых встреч.